Всем привет! Сегодня поговорим о первом месяце жизни щенков охотничьей собаки. На примере немецкой краткошерстной легавой Курцхари. И в целом, первый месяц жизни щенков это просто санаторий, потому что от вас ничего не требуется. Так как при нормально выраженном материнском инстинкте за щенками полностью ухаживает их мать. Вам нужно ухаживать только за матерью. И самое приятное это то, что там где вы оставили щенков, там вы их найдете. При этом для этого достаточно небольшого тазика или какой-нибудь клеточки. Но далее такого подарка можете не ждать. В данный период основная задача щенков это есть и спать. И их мать будет сама их кормить и убирать за ними. Но особенно в первое время необходимо следить, чтобы мать не раздавила щенков. Особенно если она неопытная. А также следить за различными отклонениями в материнстве. Потому что мать может перестать их неожиданно кормить. Ну может даже пропасть молоко. Либо бывают случаи, когда мать съедает несколько щенков. В данный период от вас требуется контроль за несколькими моментами. Такими как терморегулирование, потому что щенки еще не могут делать это самостоятельно. Соответственно вам нужно следить, чтобы они не перегревались и не перехлаждались. Второе. Это регулярность кормления. Так как щенки в этот период очень быстро растут и развиваются. Для этого роста им необходимы строительные материалы. Если вдруг щенки находятся на искусственном скармливании, необходимо, чтобы они через силу высасывали себе молоко, а оно не лилось на них в изобилии. Потому что в данный период у них нет чувства сытости. И они могут съесть все, что вы им предложите. И соответственно они должны не наедаться, так как они не могут это сделать, а уставать от процесса кормления, отваливаться и засыпать. И третий момент, за которым нужно следить, это испражнения. Так как щенки в самом начале своей жизни не могут делать это самостоятельно и мать им помогает. И если вдруг у матери что-то с материнским инстинктом или ее нет, вы должны будете делать это самостоятельно. То есть брать ватный влажный тампончик и протирать щенков и массировать им животики, имитируя вылизывание щенков матерью. Также в этот период, а точнее на третий день жизни, проходит купирование хвостов. Данная процедура проходит так рано, чтобы хвосты были еще не до конца сформированы. И эта процедура прошла легко и просто. Но легко и просто в данной ситуации, это не точное описание. Потому что щенкам эта процедура вряд ли понравится. И они об этом сообщат своим орам, которые никого не оставят равнодушным. Через несколько недель, все зависит от породы, у щенков открываются глаза. И в этот момент они начинают двигаться туда, куда глядят глаза. А глядят они очень далеко. И тут главное ограничить им место для движения. Так как залезть они могут куда угодно, зачастую туда, куда кажется залезть невозможно. Также стоит убрать или закрыть все, что можно разгрызть или все, что можно оторвать. И если вдруг вы это не сделаете сразу, щенки с удовольствием вам укажут на все эти вещи. К концу первого месяца нужно будет начинать прикорм. Так как материнского молока для быстро растущих организмов уже будет не хватать. Но тут все зависит от вашего отношения к щенкам и выбранному варианту кормления. Это может быть или натуральное кормление, или идеально сбалансированный маркетингом сухой корм. Лично я сторонник натурального питания. Но пришел я к нему не сразу, преодолев все возможные ступени. То есть начиная от корма какой попало, потом премиум корм, потом каши, потом самовыдуманная натуралка, без каких-либо обоснований и изучений. И в конце пришел к системе БАРФ, или биологически соответствующая сырая еда. Но о том, как мы прикармливали щенков и может быть даже в целом о системе БАРФ, я расскажу в одном из следующих видео. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok